Что за фестиваль? Как он проходит? Вы знаете, вообще само создание юморинки пришло в голову, как ни странно, Ольги. Блондинка, юморинка, пришла три года назад ко мне и говорит, Вы начали уже шутить с Евгений, так? Давайте, значит, устроим такой наш белорусский яролаж. И вот действительно уже на телеканале ОНТ три года идет наш сериал, веселый сериал, который называется «Школа номер 13». Но нам этого мало. Очень мало. И Ольга еще придумала такой фестиваль детского юмора, потому что в фестивале детского творчества их очень много, в мире даже. А вот в фестивале детского юмора, оказывается, и не было ни разу. И вот уже три года мы проводим. Ну, например, «Чунга-чанга», там небосвод. Это же веселая песенка. Значит, вот номинация веселых песен. Это, пожалуйста, уже есть. Номинация веселых танцев есть. Не обязательно. Самое главное, чтобы это было весело. Мы ждем до 25 лет. Вот дети от 4 до 25. Уже смешно. То есть, да, если с армией вернулся, тебе 22 года, да, спокойно. Дело в том, что... Почему 25 лет? Потому что многие педагоги выступают вместе с детьми. И для того, чтобы это было действительно по положению и в рамках нашего фестиваля, поэтому, собственно говоря, вот такой вот возраст ограничения такое. Хорошо. Похоже ли это на популярные вот камеди-клабы, да, когда приходят люди на сцене, выступают с некой репризой, монологом? Ну, театрально мы в творческом мастерстве, да. Но есть еще и вокал, хореография, инструментальное творчество, фото, киностудии. Сейчас очень много даже в нашей стране, даже в нашем городе киностудий. И мы приглашаем ребят тоже принять участие, потому что действительно номинаций очень много. И даже если кто-то снимает просто на мобильный телефон что-то веселое в своем классе, в своем дворе, пожалуйста, приходите в номинации, так сказать, телевидение, видео, вы спокойно можете занять достойное место. Но самое главное, это хорошее настроение. Там нет победителей. Нет, конкурс там нет, есть победители. Есть победители. Да, в каждой номинации у нас есть, конечно же, призовые места. И победители, во-первых, мы о них снимаем фильм, их покажет, естественно, телеканал ОНТ. Но самое главное, что победители, будь то коллектив или один человек, они попадают автоматически на съемки юморинки и становятся главными героями этой программы. Но еще и кубок, который вот сейчас... Да, и кубок. Кто разрабатывал дизайн. Каждый ребенок у нас уходит и с дипломами, и с кубками, и с медалями. Мы решили, что детское творчество и особенно фестиваль юморинка должен нести детям радость и только положительные эмоции. Обязательно. У нас нет проигравших. Абсолютно нет проигравших. Мы стараемся в каждой номинации подчеркнуть и выделить этого ребенка. Да, и больше того, мы делаем это бесплатно. То есть зрители, которые придут, ни копейки не заплатят. Единственная только просьба. Они должны принести с собой что-то или гигиеническое, да, для детей-инвалидов. Мы в этом году собираем для деток подарки для деток слабослышащих, с проблемами слуха. И у нас на сайте есть список тех принадлежностей, тех товаров, в которых они нуждаются. И поэтому вы можете пригласить своих друзей, своих одноклассников, группу поддержки, бабушку, дедушку, родителей, друзей. И приносите это что-то в качестве входного билета. Да, да, да. И в прошлом году можете представить пять машин, подарков мы отвезли в детские дома. Ну что ж, здорово. А все-таки, если к творчеству вернуться, как придумать смешной номер? Вот есть школьник, который хотел бы принять участие в юморинке, но не знает. Живет он, ходит в школу, в секцию какую-нибудь. Где там юмор взять? Да юмор он всегда берется. Вот у нас один из наших любимых номеров, который снят в программе «Юморинка». Реально, когда мальчика спросили, глобус показывает, что это такое. Он стоял, стоял, говорит, это чучело земли. Спасибо вам большое. Не ожидали. Ну что ж, а у нас в гостях были создатели киностудии «Юморинка», заслуженный артист Белоруссии Евгений Крыжановский и продюсер фестиваля детского юмора Ольга Прилюбка.